Добрый день, господа, это Юлия Латынина, это Александр Гагун, известный историк, известный историк Второй мировой, автор книги «Сталинские команды» об операциях сталинских диверсантов, сталинских партизан, ну точнее сталинских диверсантов в Украине. И мы с Александром периодически делаем беседы. И Александр, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. А во-вторых, напоминаю нашим слушателям, что наша предыдущая беседа была о вещи, к которым я к своему стыду ничего не знала, о голоде с 1946-1947 годов, ну точнее я знала, что был голод, мне мама говорила, что вот было голодно, мне до сих пор рассказывает мама, как было голодно, как она в Беларусь приехала, там бульбу ела, и как эта бульба была вкусной. Но я никогда не знала, и это утверждение Александра, что, а, голод был искусственный, то есть это не просто было недостача, как всегда, после войны, было голодно, мужиков не хватало, вот еще что-то не досеяли. А голод был не просто искусственный при больших запасах зерна, которые часто имели в Советском Союзе, но с точки зрения Александра он имел одно конкретное объяснение. А именно Сталин знал, какое количество золотишко, часов и всего прочего трофейного вывезла Красная Армия из Германии с самовывозом. И это все скупалось за просто возможность остаться в живых, и гигантское количество людей, благодаря этому, с одной стороны, осталось в живых, а с другой стороны, получилось, что все, что люди затрофеяли, они в значительной степени дали государству условные, как в 30-х годах сдавали в Тарксины. И надо сказать, что мы обратились к нашим слушателям с просьбой присылать им свои или их родителей воспоминания об этом голоде. И надо сказать, это дало удивительный результат. И я просто, во-первых, повторяю эту просьбу еще, во-вторых, хочу огласить самые интересные из комментариев, которые люди прямо оставляли под видео, потому что очень многие люди вдруг сопоставляли, что происходило, и говорили, точно так и есть. Вот один пользователь пишет, об этом голоде много рассказывали родители. Они из одного старообрядческого села в украинской Бессарабии. После ужасов голода 46-го семья моей матери пыталась спастись в Молдавии, но там для них было еще хуже. Что касается трофеев, пишет пользователь, один дед привез велосипед из Восточной Пруссии, его обменяли в 46-м на три ведра картошки. Второй дед вез пары-две наручных часов, не довез, вынужден был отдать. Другой пользователь пишет, кстати, я прошу всех этих пользователей связаться с Александром Гагуном, вот или его фейсбук, или гагун.орг, потому что Александр хочет это использовать в своей будущей книге. Об этой будущей книге я снова еще скажу. Просто несколько еще раз свидетельств. Мне было пять лет, когда мой дядя Сергей пришел с фронта, помню, он показывал свои ордена, и в коробочке золотые часы несколько штук. Потом это им помогло выжить. Еще мой дед с войны пришел в 46-м году и каким-то образом привез трофейный мотоцикл. Через год примерно погиб на заводе, тогда бабушка поменяла мотоцикл на корову. Было трое детей голодали, корову съели. Город Красноярск. Мой дед по матери, майор-артиллерист, привез с войны швейную машинку и сапог-пуговиц. Это спасло восьмерых из 11 детей. У отца ситуация была хуже, так как он был с перебитой ногой, и чтобы не съели, а слухи тогда были еще очень живы, пришлось убежать из дома на западную Украину. Сусидка оповедала. Еще в 47-му и 48-му роце в нас на заходе Украины ходило богато людей из Курщини, Брянщини и инших областей России. Просили и жу, меняли на ней швейные машинки Зингер, те шомали. Извините за мой украинский. Вот он, конечно, может быть не очень корректный. Владимир нам пишет, золото просто запыхивали в мыло, так и отправляли. Это о том, что золото же формально нельзя было отправлять солдатам с фронта, хотя там были разные возможности. Так точно и есть, пишет еще один пользователь. В 47-м году дед продал золотые часы, привезенные из Берлина, а прадед все свои георгиевские ордена за Первую мировую. Мама с Дальнего Востока всю жизнь вспоминала голод, спасали трофеи, которые отец привез с войны в Маньчжурии. Вот это все просто, мне кажется, бесценные свидетельства людей, которые благодаря Александру впервые поняли, что это, оказывается, было не случайно. Кстати говоря, я напоминаю нашим слушателям, что вот их комментарии, комментарии по поводу голода и по поводу того, как их родственники, их братья, дедушки, отцы продавали швейные машинки, часы, то, что было вывезено из Германии, очень помогли Александру и просто реально продвигают книжку. Это очень важное свидетельство. Это, собственно, то, что называется живая история. Есть такое целое специальное направление в истории, когда просто записывают воспоминания не каких-то высокопоставленных людей, а записывают воспоминания людей, которые это физически на своей шкуре ощутили. Поэтому, во-первых, добавляйте комментарии под это видео об этом, добавляйте комментарии о денежной реформе. Добавляйте комментарии, если, допустим, что-то ваши родственники тоже были вынуждены давать эти займы, что они об этом говорили, что они об этом писали. Добавляйте, наконец, очень важные комментарии. Мы напоминаем, что этот цикл лекций происходит в рамках исследования Александра Кагуна о подготовке Сталина к Третьей мировой войне. И если есть свидетельства физиков, если есть свидетельства биологов, химиков, просто людей, которые работали на заводах, если есть свидетельства детей военных, которым есть что вспомнить, то тоже было бы неплохо это написать в комментариях. Мы их очень ждем. Соответственно, те, кто хочет помочь ему писать эту книгу, сейчас время краудфандинга. Опять же, идут или в Фейсбук, или идут на сайт Гагунорг. Все координаты будут под описанием этого эфира. Обратите внимание, не путайте их с нашими собственными координатами. У нас там тоже есть PayPal, у нас есть, тут тоже есть. Ну, в общем, не путают, это известно. Но, тем не менее, я лишний раз обращаю внимание. Гагунорг и Фейсбук Александра Гагуна. И мне кажется, это вот замечательный пример такого краудфандинга идей, что Александр сказал вещь, которая просто для меня поменяла представление о том, что происходило в 46-47 году и почему было голодно, и почему люди чисто случайно продавали золотые часы, чтобы выжить, которые они, в свою очередь, привезли из Берлина. И получился такой самовывоз, да, ничего не надо было организованно грабить, хотя, конечно, и организованно грабили. А тут уже вот просто все подмерили. Но, как я понимаю, у Александра есть вторая часть. И, Александр, извините за это очень долгое вступление, но слово я передаю вам. У вас есть еще о чем-то вы хотите рассказать по поводу 46-47. Спасибо, Юлия. Да, сегодня мы поговорим о том, как Сталин воспользовался результатами голода 46-47 годов, продолжил грабеж населения и к чему это привело. Но сначала я бы хотел подобрать немного хвостов с прошлой передачи. Вы задали пару вопросов, я на них тогда не ответил, пропустил. Поначалу вы упомянули тот факт, черный юмор действительно такой возникает, когда в Архангельске НКВД жителям шило контрреволюцию за то, что они ловили и ели собак и кошек. Извините, тогда вынуждена вмешаться, потому что, и напомнить нашим слушателям, о чем идет речь, о том, что в Архангельске, где, в отличие, допустим, от Ленинграда, никакой блокады не было, в 41-м году, в зиму 41-42 года от голода умерло, ну не от голода, вообще умерло 10% населения города, соответственно, понятно, что большая их часть просто-напросто умерла от голода. Несмотря на то, что через Архангельск Елвин Лис, и мало того, что это произошло, так НКВД арестовывало жителей, если они, допустим, съедят собаку или кошку, понятно, что всех собак и кошек съели, не всех арестовывали, но бывало. И говорили, это была контрреволюционная деятельность, провокация, направленная на дискредитацию советского строя. Вот точно такой же маразм был в Мурманске, потому что и Архангельск, и Мурманск были портовыми городами, куда заходили корабли по Ленд-Лизу, и где по набережной прогуливались моряки. И в этих городах власти местные очень сильно следили за образом советского человека, в частности, гоняли местных девушек. Как проституток, которые действительно были проститутками, были неофициальные бордели, с этим боролись, так и девушек вполне приличных, которые гуляли с иностранными моряками. Почему бы им это не делать? Это их личное дело. К тому же мужики частично на фронте погибли, частично в лагерях. Но их вызывали на комсомольское собрание и песочили. Что ж такое-то? Мы не хотим, чтобы вы подходили к ним, потому что у моряков складывается нехорошее впечатление о том, что вы за подарок в виде банки-тушенки готовы с ними ночь провести. Вот совершеннейшая дикость, но это происходило. И перемещаемся на юг. Вы спрашивали, почему голод был самый серьезный в Молдавии? Здесь довольно простая причина. Молдавия вошла в братскую семью народов лишь в 1940 году. И там не было кошмара, голодомора и тарксина 1930-х годов. Поэтому Сталин предполагал, что на руках у молдаван не только ценности, которые награблены в годы Второй мировой войны, а кроме этого еще и фамильные ценности, которые не выиграли в шагах. Залежалась, да. Он по двойному счету ее голодом обложил. И я, к сожалению, чуток перехвалил Сталина, когда сказал, что в 1939-1941 годах народ тащал, но не умирал. На самом деле в 1940-м и первой половине 1941 года, ну а потом уже само собой, очень сильно подскочила младенческая смертность. Из-за чего происходит? Если мать плохо ест, тогда, когда беременна, тогда есть хороший шанс, что ребенок родится ослабленным и, соответственно, может умереть. Если у матери мало молока, или оно вообще пропадает, или оно плохое из-за того, что она плохо ест, тогда есть шансы, что ребенок ослабленный погибнет. Тем более, что с детским питанием в селах вообще в Советском Союзе было не очень хорошо в те годы, мягко говоря. Если оба родителя измождены тяжелой работой, неподъемной на фабрике или в колхозе, то тогда вырастает риск недосмотра за ребенком. И это важно для того, чтобы понять, что в 46-48 годах было примерно то же самое, и нечто подобное ожидало страну в 53-м году. Вот как царь Ирод устраивал примерно то же самое, Сталин готовил, но только автоматически. И 46-й год, 47-й голод, это вот послевоенная аномалия. Ирод голода не устраивал. Я у Иосифа Шлавия ничего подобного не помню. Он послал, так сказать, библейская легенда красивая, а Сталина младенца, очевидно, интересовали меньше всего, потому что они только потребляют, они не могут быть в ближайшее время раб силой, пушечным мясом. Так пускай и гибнут. И вот эта вот политика, она породила демографическую аномалию в Советском Союзе, потому что после большой, крупной войны происходит так называемый послевоенный демографический взрыв, еще это называют компенсационная рождаемость. Появляются отложенные дети, которых не успели зачать родить в годы войны. А в СССР в годы Второй, мировой и после этого ничего подобного не было. Рождаемость оказалась не только не выше, но и намного ниже предвоенной. А в годы НЭПа, в 20-е, после всех этих кошмаров Первой, мировой, гражданской, рождаемость подскочила очень хорошо. Здесь нет. Сталинизм все это зачистил, уничтожил, блокировал. Александр, это настолько важная вещь, что я бы даже хотела вот ее уточнить и проговорить, потому что я действительно как-то об этом не думала. Вот вы опять складываете две вещи, которые я знала по отдельности. Я всегда знала, что после войн, ну там, я не знаю, хоть в 18 веке, хоть в 19 в Европе всегда была компенсационная рождаемость, и население всегда восполнялось. То есть это была совершенно парадоксальная вещь, что война не так серьезно сказывалась на качестве, на количестве людей, потому что все очень быстро компенсировалось. И всегда помнила, что после Второй мировой в России, в Советском Союзе этого не произошло. Но мне казалось, что это было связано просто с особенностями войны. А сейчас вы действительно говорите, что это было связано с голодом, и, конечно, вы совершенно правы. общий коэффициент рождаемости в 1939 году был равен 40 человек, 40 детей на тысячу населения, а в 1947 29,6. И только однажды в 1949 году он поднялся до 31 ребенка на тысячу населения. Я правда не думаю, что это было... Я правда не думаю, что это было, знаете, вот специальный дизайн Сталина, я думаю, что как раз это было побочное следствие его политики. Но это не важно. Это извините. Да, продолжайте. И третье, вы спрашивали про медицину, которая боролась с последствиями голода. Я не назвал важный достаточный пример. Ослабленный организм, на него набрасываются всякие вирусы и бактерии. В том числе обычно происходит эпидемия сыпного ТИФа. А против сыпного ТИФа вообще у нас к тому моменту появились антибиотики. Революция в их массовом применении произошла как раз в годы Советско-Германской войны. Против ТИФа с этой эпидемией, которая могла возникнуть и ТИФ расширялся в 46-47 году, медицина более-менее умела противостоять этому и противостояла. Но самое забавное, что советские успехи в производстве антибиотиков и их внедрении были побочным следствием советской программы бактериологического оружия. Нет худа без добра. Советский Союз был на тот момент до 45-го года второй в мире по бактериологической программе после Японии, а когда Японию победили и захватили в том числе ее технологии, стал самым первым ведущим мировым разработчиком боевых зараз. А что разработалось? Я никогда про Сталина этого не знала. Обобщая доступные сведения, можно сказать, что в распоряжении советского военного руководства на тот момент находился достаточно солидный арсенал. это чума, сибирская язва, туляремия, тиф, оспа, кулихорадка, сап, а также ботулизм и бруцеллез. То есть на весь... все на выбор. Также и средства доставки всячески улучшались основным тогда на тот момент это были ампулометы, чтобы на фронте поразить кого-то и распыление самолетов. И я... Извините, ради бога, у меня сразу два, у меня сразу два, что я вас прерываю, но у меня сразу два важных замечания. Во-первых, вот все это распыление самолетов, оно выглядит делом чрезвычайно ненадежным, но, собственно, вот, как мне объясняли военные, за чего не применяется материологическое оружие до сих пор, потому что совершенно непонятно, кто заболеет. А зародил чумой соседнюю армию, так через три дня заболела и твоя, и какие-то ампулометы. Это первое. Правильно ли я понимаю, что это тоже действовало и тогда? Да, но скажу так, что японцы, когда пробовали испытывать на людях, они испытывали это, пришли к выводу, что эффективность ограничена. Потому что, если организм здоровый у человека, если принять меры защиты какие-то, а уже тем более антибиотики, то в основном эпидемию вызвать среди здорового населения довольно сложно. Вот если оно ослаблено голодом, тогда да. Но у нас же есть, например, Британия и США. И то, что оттуда перекинется через океан на нашу сторону, это вовсе не обязательно. Конечно, в отношении США средства доставки. Это была большая проблема, поэтому так зацикливались на атомном и термоядерном оружии. именно. И вторая вещь, которую я просто, извините, это тоже важно добавить, я просто нашим слушателям хочу напомнить несколько, собственно, в 20-м году Наталья Рапопорт вспомнила о своей старой, вернее, Наталья Рапопорт, ну там была, к сожалению, не очень приятная история с авторством между Людмилой Улицкой и Натальей Рапопорт, но тем не менее это была действительно замечательная повесть Натальи Рапопорт, которая сама профессиональный биолог и которая была дочь патологоанатома, главного патологоанатома Москвы в 30-е годы. И повесть была построена на фантастической истории, которая случилась в Москве в 30-е годы, когда там чуть не началась эпидемия чумы. А когда некий ученый, который, как нам говорили, разрабатывал вакцину от чумы, приехал, случайно заразившись чумой, и вот вся вот, собственно, повесть, она очень сильно прозвучала, она очень хорошая, с моей точки зрения, она очень сильно прозвучала в момент ковида, потому что она вся была построена на контрасте между тем, что НКВДшники быстро начали искать всех людей, которые были связаны с этим ученым, ехали в поезде, контактировали с ним на конференции, их изолировать, и, естественно, эти люди, когда их изолировали, они не понимали, что их изолируют из-за того, что это всего лишь чума, это была такая забойная последняя фраза повести, нет, это была всего лишь чума, потому что они думали, что их арестовывают, и тут начинали происходить дикие сцены, потому что, значит, одного пришли изолировать, а жена, старая партийная служака тут же говорит, я всегда знала, что ты, значит, с Троцким и Бухарином, и его приняли уже всерьез, другой бедолага застрелился, и так далее, и так далее, и вот этот контраст на том, что и так была всего лишь чума, меня тогда очень потряс, и это была, конечно, потрясающая аналогия, я думаю, что вдруг кто-нибудь когда-нибудь сделает об этом все-таки фильм, но сейчас из того, что вы говорите, я заподозрила, что, может быть, этот ученый-то не вакцину против чумы разрабатывал, а совсем что-то другое. Да, и премии давали Сталинке за штаммы коллективу, коллективом, официально есть данные. Да, и вот такая вот история случилась, и, кстати говоря, совершенно потрясающая вещь, что тогда действительно НКВД, именно вот этот тоталитарный аппарат, он сработал в плюс, потому что только тоталитарный аппарат такого рода мог действительно в течение буквально нескольких дней разыскать всех людей, которые контактировали с этим человеком, в Америке, наверное, была бы эпидемия чумы. Но, правда, они бы просто не разрабатывали бактериологического оружия, поэтому у них бы изначальных условий не было. Но это другое. Александр, извините. И росла вот эта вот промышленность, фабрики, создавали лаборатории, комплекс бактериологического оружия расширялся после войны, и я не случайно ввожу термин людоедономика, потому что в прошлый раз я об этом упомянул вскользь, а сейчас проиллюстрирую происходящее отрывком из воспоминаний Хрущева. Кое-где началось людоедство. Мне доложили, например, что нашли голову из ступни человеческих ног под мостом у Василькова, городка под Киевом. То есть труп пошел в пищу. Потом такие случаи участились. Кириченко, он был тогда первым секретарем Одесского обкома партии, рассказывал, что когда он приехал в какой-то колхоз проверить, как проводят люди зиму, ему сказали, чтобы он зашел к такой-то колхознице. Он зашел, видел, как эта женщина на столе разрезала труп своего ребенка, не то мальчика, не то девочки, и приговаривала, вот уже манечку съели, а теперь ванечку засолим. Этого хватит на какое-то время. И, возможно, самое жуткое во всей этой истории то, что одновременно с этим промышленность росла, как на дрожжах. И особенно ударным был в экономическом отношении 1948 год, который пошел после голода. Сталин в 1947 году еще сомневался, удастся ли выполнить вообще пятилетку, однако в 1948 году, план которого годовой был перевыполнен, он, не вовсе, сомнения исчезли, и эту пятилетку выполнили быстрее, действительно. Кроме вот этого голода произошли процессы проконфискации имущества, потому что количество золота и драгоценности, которые собрали, оно было не таким большим, как могло было быть, потому что крестьяне часто продавали то, что у них есть, не государству, а соседу. И НКВД выясняло таких людей, и после этого хватало и проводили конфискацию имущества. То есть, в принципе, произошла концентрация золота и ценностей у перекупщиков. Тоже возможно про такой как раз механизм и думал Сталин, чтобы не выискивать по крупицам в море ветеранов, а частично скупить, частично сосредоточить и потом выявить. Были несколько процессов, кстати. У бандитов в 90-х это называлось засолить кабанчика. Отращивали предпринимателя. И было несколько процессов по поводу конфискации имущества трофейных у генералов и маршалов. И вообще вот эта вот мера конфискации имущества, она особенно в 48-м году была была в 48-49-й очень широко применяема. Но при этом в 48-м году народ продолжал нести в скупку не только золото, но и насильные вещи. Прискуранты разное государство сдавало по их скупке, мы их покажем нашим читателям, зрителям выйдем на экран. Вернемся к статистике ювелир торга. Напомним показатели 1947-го года. Оговорка не случайна. Золото приобрели 1,1 тонны, а серебра свыше 15 тонн. В 48-й год золото население 1,7 тонн скупили, то есть на 600 килограммов больше, и свыше 13 тонн серебра, почти столько, сколько в предыдущем. Что же произошло? Голод закончился, почему не суд? В декабре самая известная мера в декабре 1947-го года сталинского грабежа это денежная реформа. Она хорошо изучена. Есть чудная книга автора по фамилии Чуднов. Она реформа эта совпадала с отменой карточек и теоретически должна была стать ну как государство заявляло это должно стать последней мерой для в потере людей в потерях людей. что-то люди теряют но вот это все больше вас не будем грабить. официально это называлось оздоровление рынка. Наличные деньги обменивались на новые без ограничений в соотношении 10 к 1 10 рублей старых на 1 рубль новых. Разменная монета мелочь обмену не подлежала. Обмен производился в течение одной недели с 16 по 22 декабря а в отдаленных районах до 29 декабря чуть дольше. Зарплаты пенсии пособия они не менялись. То есть вот как человек получал 100 рублей старыми так он например 100 рублей после нового года также и получал. Уже новыми. Иногда даже немного повышались на 10-15%. 10 рублей. Нет. Была зарплата 100 рублей после нового года получает 100 рублей новыми. И даже иногда больше. Потому что государство выплачивало как бы компенсацию 10-15% за отмену карточек. Карточки отменялись и для вкладов очень стыдно потому что я помню родитель рассказы папины он уже еще был маленький но может быть он что-то не понял мне казалось что как раз 100 рублей стало 10 рублями. Нет? Это не совсем так потому что одновременно происходила отмена карточек изменение цен то есть то есть если раньше у людей вот ваш отец вероятно если он жил в городе он снабжался по карточкам он для него цены подскочили в 10 раз из-за того что он вынужден был приобретать многие товары по уже по ценам не карточным а коммерческим вот дальше для вкладов в сберкассы был установлен порядок обмена другой вклады до 3000 рублей переоценивались в размене рубля на рубль это для того чтобы повысить авторитет банка вклады от 3000 до 10 тысяч рублей первые 3000 вот как в других случаях рубль за рубль остаток 2 рубля новых денег за 3 рубля старых для вкладов свыше 10 тысяч рублей первые 10 тысяч по ранее описанной схеме остаток из расчета 1 рубль новых денег за 2 рубля старых и еще облигации государственных займов военного времени 3 к 1 а до военного 5 к 1 то есть здесь был вот наиболее ясный такой вот государство просто списало с себя часть долгов по займу просто вот раз и все причем оно говорило так вот те люди которые же теряют еще раз то есть человек дал государству 100 рублей взаймы оно говорит ну хорошо я тебе отдам когда-нибудь 20 да мало того что эти 100 рублей это и так подписывали людей насильственно и вообще мы знаем что происходило это довоенный займ а по военным стало быть 100 рублей он берет взаймы и получает 30 нет не 30 30 33 может быть отдадут действительно вот тем не менее из-за того что из-за скачка цен действительно это был открытый грабеж это называется еще конфискационный характер политкорректно называют дело и если голод который был ну соответственно тогда 46-47 год он 100 миллионов населения ограбил причем даже некоторых не полностью потому что в условиях дефицита иногда деньги невозможно было реализовать во всяком случае не на весь период голода но в основном вот эти 100 миллионов он обчистил а здесь оставшиеся 75 дограбляем реформой и на что люди копили на копения действительно были это называлось денежные излишки или денежные остатки в документации так вот советские вот уборщица московского мотоциклетного завода виноградова узнав о реформе заявила я накопила тысячу рублей денег думала купить одежонку а теперь опять буду ходить в лохмотьях это был еще вариант не самый плохой потому что копили на ведро краски и пару досок для того чтобы отсыревшую квартиру комнату не квартиру комнату отремонтировать и заменить стекло которое вот знаете в блокаду знаменитые перекрещенные бумагой стекла это для того чтобы они когда разобьются чтобы не вылетали не резали никого вот когда она уже просто обвисла получается с трещинами и просто тут надо добавить что стекла вылетали вообще все равно во всем Ленинграде вылетели стекла и даже тогда был глагол зафанерить и наши слушатели ну просто тут вот моя книжка о блокаде которая все рано или поздно выйдет представьте себе вообще это состояние когда в городской квартире нету ни воды ни тепла ни света и окна забиты фанерой то есть темнота вы даже днем ничего не видите и холод и голод и чтобы хотя бы свет впустить в квартиру копили на это но поскольку меняем 10 к 1 все накопления которые были то это фактически исчезает у тебя все но даже не александр можно можно я сейчас уточню я сейчас сейчас не собираю вот потому что а что городской фонд то есть это квартира не ваша а за стекло все равно платите вы я понимаю допустим где-нибудь насилие а в городе тоже за стекло платите вы жилконтора отвечает денег нет ничего нет действительно нет потому что все ушло куда в ПК и помоги себе сам дальше в селах еще все хуже потому что государство не платило пенсии колхозникам поэтому если погибли у тебя сыновья на фронте и дочки да и мы сам у них у самих ничего нет зуба на полку люди откладывали себе на еду на старость и вот этот неприкосновенный запас тоже был уничтожен было 100 стало 10 рублей новым мин и конечно кто-то копил на что-то связанное со здоровьем то есть поехать на юг после 4 лет голодной и холодной зимы для некоторых это было например для легочных больных это был вопрос жизни и смерти провести 3 месяца на курорте но эти деньги исчезли и кто-то планировало дать детей или сам пойти учиться потому что пенсии платили только отличникам они были небольшие учения с работой совместить невозможно нужны деньги вот их нету в следующий раз при хрущеве кто-то доучивался потом основным питанием кстати скажу в этот момент вот начиная с 48 года до смерти Сталина были две вещи это картофель и молоко молока тоже было не залейся но у крестьян была в основном корова и стакан два стакана молока в день было можно от нее себе взять что-то задавали налогами а одежда которая была вот я снова буду ходить в лохмотьях это были лохмотьи военной формы много ее настращили солдаты вернулись в новой форме военторг сбросил все что старое и вот эта монотонная монохромная масса людей в поношенной военной форме вот это вот так выглядели люди и несмотря на то что зарплаты это уже в новых выдавались и еще некоторым компенсацию выдали в апреле того же года в 1948 в справке об объеме то есть это получается через 4 месяца после реформы в справке об объеме текущего денежного обращения заместитель министра финансов Алексей Возяков отмечал что те кому не хватало хлеба им было вовсе не до зрелищ цитирую происходит резкое уменьшение реализации водки и регулируемых товаров вино пиво парфюмерия значительно повысился удельный вес прот товаров то есть еды и хлебопродуктов вместе с тем упала выручка транспортных и зрелищных мероприятий медленно рассасываются налоговые недоимки то есть снова обрушение покупательной способности у населения вот этот знаменитый анекдот дочка нет как дочка я меньше зарабатываю папа ты будешь меньше пить нет дочка ты будешь меньше есть это анекдот потому что на самом деле как показывает практика в том числе это когда денег не хватает народ меньше бухает ну вот в том числе это и произошло тогда при этом отчасти для чего все это делалось вот процитирую объемный аналитический доклад о денежном обращении в 40-е годы за авторством Владимира Батырева и Исаака Славного они тоже участвовали в разработке этой реформы цитирую дохода городского населения после денежной реформы слагаются в подавляющей части как и до войны за счет доходов получаемых от государственных предприятий и организаций и в первую очередь за счет фонда зарплаты то есть они пишут финансовые отношения государства человек они стали такие же как и в 40-м году то есть снова страну подготовили к большой войне и что это фразу переводя на человеческий язык вот помните чтоб ты жил на одну зарплату из бриллиантовой рукой это проклятие вот городское население и было переведено на зарплату а крестьяне на подножный корм со своих огородов с приусадебных участков жили смысл этой реформы был уничтожить частника вернемся то есть уничтожить частника уничтожить запасы населения и частника как конкурента государства человеку который мог использовать частный наемный труд это один из смыслов реформа возвращаемся в войну немцы разрешили приусадебный участок увеличить на оккупированной территории это треть населения или до 40% люди чуть-чуть поднялись немцы разрешили торговлю допустили ходило три валюты рейхсмарки потом оккупационные марки советские рубли немцы полностью допустили это на юге еще были румынские леи простите а что такое оккупационные марки это валюта специально выпущенная для оккупационной территории кстати в ее признавал рейхсбанк и была история в 90-е годы когда кто-то когда их советский союз отменил вот дедушка один тогда он был еще молодым он всю эту макулатуру подобрал и хранил дома он потом приехал в германию с чемоданом этой бумаги и разбогател и поэтому у торговцев возникает денежка есть такая исследовательница Твердюкова она написала книжку о торговле советской и сказала что Сталин в годы Второй мировой войны поступил достаточно хитро он частную торговлю хлебом и вообще другими продуктами вывел в серую зону было постановление о том что все пассажирские поезда которые идут в города должно один вагон выделять как минимум для крестьян которые везут еду на рынок так и было торговля на колхозных рынках была разрешена это значит человек мог продать продукты своего труда с приусадебного участка а вот торговля чужим товаром уже запрещена это уже спекуляция но как за нее карали отнимали товар конфисковывали передавали его в систему советской торговли мясо что угодно молоко сыр в общем картошку тот же самый хлеб и накладывали штраф на человека то есть их не сажать не расстреливать этих торговцев мешочников мужиков а просто грабить все сработало прекрасно то есть была смертность в городах но Сталин добился того что чего хотел она была не такая как могла была бы быть крестьяне кое-как торговали кто-то откупает штрафами взятками кто-то принесет удастся что-то продать все это функционировало и у людей действительно даже в советской на тылу появилась прословка людей у которых были живые деньги это составляет конкуренцию государству вот я приведу пример из моей семейной истории в 40-ом году когда начались вот эти вот в 39-ом начались эти огромные военные расходы бабушка вспоминала что в их семье тогда она еще жила с отцом денег как-то стало не хватать он был рабочим на заводе тогда они отец ее мой прадед со своим другом начали делать двери для людей по частным заказам по выходным или вечером после работы ходили и установили двери им платили деньги семья ела по крайней мере досыта благодаря этому то же самое если на руках у народа деньги тогда человек не очень заинтересован в работе на государство оплата в большинстве случаев промышленности была сдельная потому что если ты сделаешь с точки зрения Сталина оплату почасовую тогда рабочий ничего не будет делать он будет сидеть курить с другом болтать и процесс будет стоять денежки какой-то если оплата у вас сдельная то рабочий тоже не работает по максимуму он работает зарабатывает в день столько сколько он хочет и потом прекращает работать считает вот я заработал сколько мне достаточно и хватит мне моей семье больше не буду делать не буду мордоваться не только кстати такая тенденция не только в Советском Союзе в католических странах и так далее только у протестантов немножко другой подход к работе а вот если рабочий хочет не умереть с голоду и знает что он может умереть с голоду его близкие если он не заработает по максимуму от того что есть вот тогда он работает как проклятый вкалывает просто на износ и это и произошло в 48 году Сталин предполагал что так может быть но твердо не рассчитывал потому что вдруг все-таки голодный он перетрудится сломает машину и сам заболеет и все-таки производительность труда снизится нет в 48 году подскочила производительность труда потому что у рабочих снизились или исчезли их накопления ничего в кармане нет уже все дети жрать хотят сам есть хочешь поэтому для того чтобы не умереть с голоду ты начинаешь впахивать как сумасшедший на предприятии и поскольку денег нет ни у кого ты не можешь заработать деньги нигде кроме как у государства поэтому ты берешь сверхурочные дополнительные часы норму перевыполняешь и так далее потому что сделка и раньше ты бы что сделал если бы до реформы вот до декабря 47 года ты бы в этот момент пошел наколол бабки дров натаскал воды сделал для нее ремонт помог кому-то разгрузить машину если ты студент ты бы пошел подзаработал репетиторством и так далее и тому подобное ты бы смог заработать свои деньги у соседа тебе не надо было бы мордоваться на этого левиафана а сейчас денег нет ни у кого потому что у всех сожгли сбережения поэтому повторяю ты идешь на завод и вкалываешь до изнеможения до конца вот примерно такой вот произошел рывок 48-49 год провели реформу что мы делаем снова включаем печатный станок как во время войны потому что количество денег у населения сузилось им даже уже хочется больше наличности наличность мы эту даем но в принципе печатаем 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 бюджет восполняем за счет эмиссии кроме того Сталин строил пирамиду государственных займов что такое пирамида это это когда проценты по предыдущему займу гасятся не за счет прибыли которую он приносит а за счет следующего займа и далее и далее и далее и далее займы все были принудительными или добровольно принудительными в последнем случае были люди единицы которые действительно этому государственному давлению психотеррору укором и угрозам начальства у меня поддавались в основном из-за того что действительно у них их или их близких ждала голодная смерть в том случае когда все уже до крайности были доведены но в основном займы все проходили о том как они проходили и это те самые люди напомним нашим слушателям которым только что сказали что мы у вас заняли 100 рублей вернем 33 33 или 20 по-разному и как проходили эти взносы на восстановление так официально называлось можем прочитать в письме московского студента Виталия Гармаша на свободе опубликовали 51 год он за это письмо потом угодил в ГУЛАГ это оказалось провокацией ежегодно в мае министр финансов Зверев обрюзгший карлик в позолоченном мундире давно потерявший представление о разнице между своим и рабочим карманом объявляет о новом государственном займе восстановлении и развитии народного хозяйства на займы уходит от месячной до трехмесячной зарплата каждого рабочего крестьянина и интеллигента и остается у токаря ПК из 700 рублей зарплаты без взносов налогов и займов 400-500 рублей в месяц и это в той стране где хороший мужской костюм стоит 1000-1500 рублей зимосезонное мужское пальто 900 рублей то есть полторы зарплаты или две зимнее мужское пальто 1500 рублей три зарплаты ботинки 300 рублей а одежда для жены и ребенка а пища каждый человек в СССР должен тратить на пищу не менее 15-20 рублей в день то есть хватало тупо только на еду и кроме этого как мы знаем кахозникам почти ничего не платили за трудодни живи со своего участка цитирую Хрущева Сталин придумал закон по которому каждое фруктовое дерево на приусадебном участке облагалось налогом я рассказывал Сталину как посетив свою деревню заехал к двоюродной сестре в село Дубовице она сказала что осенью вырубит свои яблони перед ее окном стояли очень хорошие яблони замечательные деревья пожалел я да ответила она но я плачу высокий налог а мальчишки все равно срывают яблоки осенью все срублю Сталин конечно отмахнулся тогда от Хрущева без угроз и вот этот вот Зверев которого вспоминает студент министр финансов он упоминал в своих мемуарах что когда он Сталину приходил и пытался что-то там объяснить по поводу того что что ты крестьян налогов налогами еще даришь мало того что ты их еще голодом морил ну он это все соответствующую лексику правильную поддавал приносил Сталин на него ругался говорил что слушай что ты защищаешь крестьян ему нужно крестьянину одну только курицу продать и он налог уже уплатит облагалось налогами все птица даже цыплята коровы скот народ просто забивал коров и заводил коз потому что налог был несколько ниже и ее тогда козу прозвали сталинской коровы я просто как раз хотела сказать когда вы сказали про два стакана молока я как раз хотела спросить про налоги на коров потому что они были облагалось все облагалось все и крестьянин сам должен был трудодни отработать в колхозе это барщина пять дней в неделю кроме этого сдать часть урожая это оброк кроме этого денежные налоги заплатить на урожай или тоже например удо и молока вот сдавали молоко причем мерили жирность чтобы правильная была шерсть скота совец в общем все что угодно денежный налог еще и различные трудовые повинности он носил то есть в принципе тройное налогообложение получалось на человека и для того чтобы проиллюстрировать замечательную жизнь колхозников того времени процитирую мне каких-то антисоветчиков бандеровцев а Ольгу Бергольц обласканную властями она написала роман который критика тогда в 49-м году написала роман который критики назвали красным евангелием и получила сталинскую премию в 51-м за него она оставила дневниковые записи 49-го года в селе Старая Рахина Крестецкого района Новгородской области это север там бедная земля но до революции и даже в годы НЭП народ там был зажиточный из-за того что это родина Крестецкой белой строчки изящной сквозной вышивки по льну по хлопку и даже по шелку иногда продавали до революции не только в столицах эту вышивку но и за рубеж сериал был два года назад снят в России художественный называется Крестецкая вышивка она была не так сильно потерпевшей от политики центра потому что там голов был не такой свирепый как во Украине или же Молдавии или же Южной России по Волжине например Казахстан далее 20 мая пишет что в общем сельское хозяйство деградировало до какого-то первобытного уровня цитирую бабы вручную мотыгами и заскупами поднимают землю под пшеницу не говоря уже о богородах хозяин мой говорил конечно если бы не новая подготовка к новой войне мы бы встали на ноги но ведь все же силы брошены на нее и в самом деле добавляет Бергольц все тракторные заводы продолжают ожесточенно выпускать танки говорила вчера с председателем колхоза Качаловым жаловался жаловался на сердце у всех неврозы неврастения все очень мало и плохо едят больше молоко 23 мая через два дня записывает что власть в прямом смысле довела народ до скотского состояния даже не до первобытного рассказ о женщине которая умерла в Сахе коняги вчера многие женщины по 4-6 человек впряглись в плуг пахали свои огороды и узнала она о том что на днях повесился непьющий тракторист Сухов он был известен как раз этим своим качеством лет за 30 с небольшим но по сути он повесился из-за переработки дома тоже было не все в порядке эти два фактора привели к самоубийству и она пишет о качестве жизни задумывается зачем я сижу здесь ем отвратительную пищу это в селе где пища производится от которой уже явно ослабла и похудела дорожу от отвращения перед девушкой с волчанкой волчанка это такое автоиммунное заболевание соединительных тканей когда появляется сыпь на лице головная боль слабость воспаление суставов во рту язвы подъем температуры гноятся глаза и также ко всему этому психические неврологические расстройства иногда и смертные случаи бывают еще запись на следующий день 24 мая сегодня когда брела нагнала меня баба староахинская Евгения Федоровна Савельева плакала рассказывала всю свою жизнь и про жизнь в колхозе жить тяжело питание очень плохое все женщины стали увечные все маточные больные рожать не могут скидывают одного двух родит уж матка выпадает так ведь потому что работа все на женщине разве можно это сама калека вывихнула руку ездив на бычке потом залечили под гипсом завелись черви и клопы нет мы теперь может и выберемся да ведь что главное обидно зачем начальство чинарства так кричит на людей ведь разве мы не до крови пота убиваемся вот еще одна причина из-за чего после военного демографического взрыва компенсационной ожидаемости не произошло ну и добавим к этому такие приятности реального социализма как то низкое качество товаров народного потребления и услуг тоже хамства например в торговле мелкий произвол властей коррупцию дефицит перманентный это было при любом социализме товарный голод очереди безобразно работающее жилищно-коммунальное хозяйство и в городах как Хрущев вспоминал очень много строилось бараков рабочие строители пришедшие из деревни размещались в барачных общежитиях с нарами и с приложением к ним в виде бытовых неудобств причем у Малышева да да просто я буквально хотела добавить я просто тоже взяла некоторые свидетельства которые я в прошлый раз говорила это крестьяне которые жили под лугой и во время блокады и после блокады и вот как раз к вопросу о том что вы говорите что происходило с налогами в селе Александра Ивановна Савина Савина 1928 года рождения говорит о времени сразу после освобождения и голод такой голод был что сказать нельзя даже ни крапивы ни лебеды нигде не было только то что в своем огороде вырастешь но этого не хватало ни кур никакого хозяйства не было когда я пахала плугом уже лошаденки появились вот эти попуши в земле растут по полям их нарвешь охапку напихаешь целый рот и ешь и больше ничего никакого хозяйства не было а надо было заплатить 40 килограмм мяса 200 если не 400 килограмм картошки сколько-то молока шерсти яиц я должна была где-то там халтурить сено красть я покупала мясо покупала яйца чтобы сдать государству а потом мне надоело и я думаю если придут меня сбирать то я повешусь или вот другое свидетельство за куст смородины заплати за курицу заплати за поросенка заплати за все заплати но Александр я предлагаю приходить к выводам потому что вот я всегда все это воспринимала просто как ну некоторое бесконечное насилие над российским рабочим над советским рабочим советским крестьянином просто ободрать с него денег более того я просто вот если прочесть книги которые в этот момент в 30-е и 40-е годы писались в Америке даже просто детективы какие-нибудь листы с Эрла Стэнли Гарднера где люди работают зарабатывают где у них чем больше они зарабатывают тем лучше где действуют бизнесмены адвокаты инженеры предприниматели и ты понимаешь так как это все росло как на дрожжах и одновременно читаешь вот это и даже не обязательно читать эти свидетельства достаточно читать какой-нибудь роман Панферова Бруски бесконечная коммунизм поиски вредителей голод нищета и стремление отобрать у человека государство государство все отбирает у человека вместо того чтобы дать этому человеку расти и богатеть и тем самым платить налоги и содержать в том числе и государственный аппарат то есть отобрать все вот как вы сказали что надо установить такие расценки чтобы люди работали чтобы не умереть с голоду тогда они хорошо будут работать в то время как в нормальной стране они для себя зарабатывают и тогда они работают еще лучше а так вот вы говорите что это все было не просто так а это все было для следующей войны доказательства да и помимо того что человек мордуется вот 48 год он убивается у станка что делает товарищ Сталин он вот эти вот перевыполнение планов бригадиры в колхозах бригадиры в начальнике цехов на заводах он эти планы которые перевыполняет рабочий они фиксируют и следующий год дают уже как норму кроме этого проводилась политика экономии золотых металлов драгоценных металлов процитирую документ с отсылкой на документ другой с сатанинским названием сатанинским номером номер 666 208 с постановление правительства от 6 марта 48 года о запрещении расходования драгоценных металлов потом это постановление 6 марта 48 года оно было переведено в ряд подзаконных актов один из которых я сейчас с небольшими выборками прочитаю это начальник глав все в морпути это очень важное управление потому что через северный полюс планировали Америку атаковать всем начальникам управления руководителем предприятий и организации глав все в морпути он пишет о том что нужно запретить использование драгоценных металлов разных в разных агрегатах есть перечисления а также например расходовать золото на золочение значков отличник социалистического соревнования и других аналогичных значков расходование листового и социального золота на теснение удостоверений грамот книг папок а также на изготовление вывесок и облицовку внутренних и внешних частей зданий за исключением отдельных случаев определяемых министерством финансов СССР начальнику управления арктического снабжения товарищу Зайцеву в месячный срок представить министерству финансов СССР сведения об остатках трофейных технических алмазов драгоценных металлов и изделий из них и соответственно меры по контролю над этим золото и платину мы копим и 28 февраля 50 года Советский Союз Сталин отказался от привязки рубля к доллару которая была с 37 года вот помните я в одной из более ранних передач говорил о том что Сталин писал рубль был привязан к доллару с 37 да а курс кто устанавливал курс устанавливал конечно Советский Союз что приводило к большому количеству маразмов потому что приезжают иностранцы с пачкой долларов сдают если они черным рынком не пользуются сдают его в советскую сберкассу там меняют им они что как мы что мы с этими копейками грошами можем купить постоянная жалоба потом еще был казус такой когда Советский Союз заявил что точнее назвал сумму которую принесла оккупация германская Советскому Союзу сумму затребованных репараций и британские журналисты взяли официальный советский курс рубля к доллару пересчитали эту сумму получилось у них несколько ВВП Британии сложенных что это Советский Союз такие астрономические репарации были то есть ущерб был в рублях да они назвали в рублях ущерб они назвали в рублях да и был ну извините это означает что курс не был привязан к доллару я правильно понимаю что в этот момент рубль нельзя было купить на Нью-Йоркской бирже по поводу британцев и американцев там конечно рубли так не котировались но официальная привязка была причем символически причем символ-то не случайный потому что в в тяду как я уже ранее говорил Сталин написал письмо Кагановичу и другим людям о том что США гегемон финансового мира и наш главный враг вот к валюте главного врага и привязали но привязали почему потому что в 30-х годах Сталин не планировал воевать США и пока что отложил это а вот сейчас запланировал и 28 февраля 50-го года установить золотое содержание рубля в 0,222 1,268 грубо говоря в 0,2 грамма чистого золота потому что ну крайне неудобно если у тебя денежные единицы стоимость которых определяется финансовой системой наиболее вероятного противника вот в том числе для этого золота извините я не совсем поняла правильно ли я поняла что из вашего объяснения что ну существовал некий абсолютно в 30-е годы существовал некий абсолютно фиктивный естественно курс рубля к доллару ну точно так же как он существовал в 80-е годы когда там был по-моему 6 рублей за доллар 60 копеек за доллар а 60 копеек за доллар по-моему было вот а соответственно тут да соответственно тут Сталин говорит что ценность рубля определяется он привязывается к золоту теперь кстати как и сам доллар который в этот момент был привязан к золоту согласно Бреттон-Луцинской системе это Сталин сделал для того чтобы автортичность определенную создать поднять авторитет рубля также на международном уровне конечно не среди капиталистов а среди братских сателлитов подготовил систему финансово-экономическую к Третьей мировой войне и теперь пожалуй самые печальные выводы чего Сталин добился действительно как вы сказали что на Западе богатеет человек у него у населения повышается покупательная способность они больше покупают у промышленности растет промышленность и те и другие промышленники и потребители платят налоги в государственную казну она имеет право потратить их на ВПК в Советском Союзе все диаметрально противоположно промышленность растет за счет снижения покупательной способности населения и его беспощадной эксплуатации и к сожалению следует признать что это сработало как раз вот к этой разнице менталитетов и подходов между США и Советским Союзом исследовательница Кристина Минкова в своей монографии об экономических отношениях сверхдержав в 40-е годы отмечает что 31 января 45-го года объединенным разведывательным комитетом США Joint Intelligence Committee был составлен документ под названием оценка возможностей и намерений Советского Союза после войны в нем отмечалось что приоритетом Кремля станет цитирую немедленное повышение уровня жизни населения конец цитаты и высокий уровень инвестиций в реальности происходило повышение уровня инвестиций без повышения уровня жизни населения что вероятно для аналитиков ЦРУ было невозможным механизмом но это стало реальностью и это определило вот этот подход перенос грубо говоря реалий американских аршина общего на Советский Союз определило вторую ошибку в этом же самом документе о том что в основных промышленных отраслях уровень промышленного производства превысит довоенные показатели к 52 году а в действительности валовые показатели индустрии они достигли довоенных в сразу через два года после окончания Второй мировой конкретно в четвертом квартале сорок седьмого года а в начале сорок восьмого превысили то есть на сколько получается на четыре года раньше и переходим к следующему важному документу США потому что знаете конечно же когда Советский Союз объявляет о своих успехах о том что мы перевыполнили выполнили возникает сразу же подозрение но это штуфта это же показуха это же просто бахвальство пустое следующий документ это сводка ЦРУ советские возможности по разработке и производству отдельных видов вооружения и техники она датирована 31 октября 46 года когда они были уже должны понять что в Советском Союзе как-то не так происходит восстановление и развитие как они думали в январе 45 и в принципе они считали в 46 году что в ближайшее десятилетие США могут спать спокойно вероятно что возможности СССР производки оружия на основе атомной энергии будут ограничены возможной разработкой атомной бомбы до стадии производства где-то между 1950 и 1953 годами исходя из этого предположения определенное количество таких бомб может быть произведено и накоплено к 56 году в действительности как мы знаем не в 53 а в 49 Советский Союз заролил бомбу то есть опять ошибка и это было успехом не только шпионажа но и хозяйства народного вопрос денег ресурсов концентрации и далее далее тоже Советский Союз удивлял изумлял неприятно американцев своими возможностями видно в постановлении Совета национальной безопасности США номер 114 дробь 11 принято в августе 51 года данные из разных источников за прошедший год показывают что советская военная продукция отличается высоким качеством более высоким чем предполагалось ранее способность СССР развить крупный военный потенциал там где его не было несколько лет назад как например в Северной Корее была продемонстрирована в войне в Корее и это потребовало пересмотр прежних суждений относительно военного потенциала советских сателлитов по всем этим пунктам 68 резолюция Совета национальной безопасности 7 апреля 50-го года представляла собой перспективу которая была более благоприятной для Соединенных Штатов чем это сейчас кажется оправданным причем исследователи холодной войны не дадут соврать вот та вот 68 резолюция которая упоминается в документе которая была вот 7 апреля 50-го она историк истинная наконец у американского руководства спала пелена в глаз и они увидели звериный оскал советской власти и поняли опасность а другие историки даже рассматривают иногда ее как алармистскую преувеличение ахахах вот русские идут там генерал еще как известно сбросился с небоскреба но в этом документе от 51-го говорят что там как-то недооценили советский союз в резолюции номер 68 и переходим вот последнее на сегодня 52-й год 19-й съезд КПСС который задача следующей пятилетки это уже пятая утвердил цитирую Хрущева то была самая плохая из всех пятилеток которые когда-либо у нас принимались ни в какие ворота эта пятилетка не лезла то есть советских жителей мам младенцев ждал тот же кошмар который начался в 40-м году который был в 46-м 47-м 48-м годах отчасти это оттащение в 27-м году и увеличение детской смертности и младенческой а может быть в перспективе голод вызванный сугубо военными расходами и вот этими достижениями производства оружия апокалипсиса которые изумляли неприятно американскую сторону но вот пока вроде бы все так все-таки я еще раз повторяю свой вопрос потому что я с вами совершенно с одной стороны согласна но с другой стороны а как доказать что Сталин все это делал ну не просто для того чтобы изъять деньги у населения построить его стройными рядами и а вдруг он боялся что на него сейчас нападут ну по поводу того что Сталин боялся что на него нападут он сам периодически про это говорил капиталисты же против нас мечтают на наше убожество и прочее да да вот как доказать что все время вот в советском учебнике было написано что все это строилось потому что капиталисты собирались напасть и Советский Союз защищался защищался и защищался как доказать что все это была часть единого плана по подготовке к Третьей Мировой Войне отчасти доказательства в моем фильме апокалипсис Сталина Третья Мировая который был на вашем канале показан отчасти в том что на Советский Союз никто не намеревался нападать показывает история дальнейшего Советского Союза когда Хрущев сначала Маленков из Берия а потом Хрущев начали просто рубить военные программы Сталина сразу после его смерти там была спасибо тебе Маленков от моих коров такая возникла летом 1953 года крестьянская поговорка когда налоги чуть-чуть снизили и народ вздохнул и если бы американцы действительно планировали напасть то почему они после смерти Сталина не напали конечно они не планировали а вдруг Сталину казалось что они нападут я же не спрашиваю собирались ли американцы напасть а вдруг Сталину казалось что они нападут по тем видам вооружений которые он разрабатывал по тем видам ПВО по расположению ПВО даже это прослеживается но это отчасти работа на будет проведена в моей следующей книге или же я подробнее отвечу на этот вопрос уже в следующей передаче и обращение к зрителям о том что если вы хотите чтобы я чаще появлялся у Юли или же на других каналах но прежде всего у Юли с новыми рассказами основанными на ранее неизвестных родительных документах с научными находками и даже не побоюсь этого слова открытия то пожалуйста снабжайте меня музам тоже нужны патроны особенно в такое тяжелое время когда грохочут пушки музы обязаны грохотать короче на сайте гагун.org если у вас есть возможность сделать донат в фейсбуке пишите Александру но поскольку Александр сказал что он будет в дальнейшем отвечать на этот вопрос я со своей стороны хочу добавить только два замечания которые меня чрезвычайно в свое время поразили первое это конечно испытание на Тотском полигоне где отрабатывался напомню ситуация при которой советская армия красная армия взламывает оборону противника ядерным ударом и потом наступает через этот ядерный удар обращая внимание наших слушателей что это была отработка нападения что это не была отработка защиты и пытались понять как будут насколько будут боеспособные части прошедшие через эпицентр ядерного удара которым была взломана оборона вторая вещь которую я им рекомендую это место воспоминания Хрущева где он говорит что он впервые получил подробные отчеты о том как ужасно будет применение ядерного оружия и он пишет я сейчас цитирую по памяти что я ворочался всю ночь и наконец решил что ядерное оружие никогда не будет применено возникает естественно вопрос если речь шла об обороне если Никита Сергеевич Хрущев решил не обороняться с помощью ядерного оружия ну конечно как он может гарантировать что при обороне ядерное оружие не будет применено понятно что единственное о чем он мог думать это вот то что он думал думал сталинских планах которые судя по всему подразумевали применение ядерного оружия и для этого его должно было быть много сначала у Сталина его просто было мало и причем был момент когда кстати говоря к вопросу о том кто на кого нападал у Соединенных Штатов было очень много ядерного оружия а у Сталина еще практически не было если бы Соединенные Штаты тогда хотели Советский Союз закидать то они могли бы это сделать просто безнаказанно практически безнаказанно потому что у Советского Союза было практически конвенциональное оружие так вот с моей точки зрения это место Хрущеву когда он пишет я всю ночь ворочался и решил что оно никогда не будет применено а может иметь смысл только если он говорит о том что ему достались наступательные планы по применению ядерного оружия в Третьей Мировой войне и он решил что ее не будет спасибо Юля да это в данном случае исключительно любительские замечания но я думаю что может быть наши слушатели многие из наших слушателей тоже как и в прошлый раз добавят свои соображения в том числе возможно просто то что они слышали не просто то что они думают а вот как в случае с голодом когда нам написало в гигантском количестве большое количество людей да мы помним в 46 году нам было голодно мы продали швейную машинку которую дядя отец сын брат привез из Германии и мы этим выжили и может быть даже кто-то из них тогда работал на советских предприятиях и добавит может быть на военных предприятиях и добавит то что что они слышали от своих родственников или даже сами особенно ценно было бы свидетельство детей высокопоставленных военных генералов маршалов и так далее тоже пишите пожалуйста я думаю не только детей военных но и детей физиков химиков и биологов хоть скоро вы говорили о биологическом оружии это действительно будет очень интересно и важно а также господа я вас прошу не забывать сайт Гагун Орг который вот у Александра на его рубашечке который будет у нас в ссылке по описанию на нем можно поддержать работу Александра помогите ему помогите ему донатами написать эту книгу о третьей мировой войне я думаю что о подготовке к ней Сталина я думаю что это очень важно не забывайте также фейсбук Александра где с ним тоже можно связаться а это была Юлия Латынина Александра Гагуна и всего лучшего до встречи уважаемые друзья я надеюсь что в следующий раз мы с вами поговорим по теме оружия судного дня чем Советский Союз планировал завоевать весь мир и чем он планировал завалить Америку не забывайте делиться ссылками на этот эфир не забывайте писать ваши комментарии а если они собственно по делу и по фактам это просто для нас втройне важно для Александра втройне важно не забывайте ставить лайки застегричную подписывайтесь на канал на канал и застегричьи застегричьи втройне подписывайтесь на канал